Здравствуйте, новости 24 в эфире. ЧП накануне Дня Знаний. Десятилетний мальчик попал в больницу с химическими ожогами руки и ноги. Он разбил колбу с опасным веществом, которую нашел, играя рядом со стройкой. Стройплощадка расположена в нескольких метрах от школьного двора. Там ребята взяли какие-то шарики и начали друг друга их взрывать. Потом они начали взрываться и искали пошли друг к другу на друг друга. ЧП произошло в Березовой роще. Там сейчас ведется бурное строительство. Мальчишки из любопытства начали играть на кучах сваленного грунта. Там они и обнаружили необычные зеленые колбы. Первая попытка их разбить не удалась. Тогда за дело взялся Вячеслав. Все получилось. И что самое интересное очень, оно как бы немножко зашипело внутри. И еще, когда я разбил, сначала очень-очень много дыма было. А потом уже появились искры. Мальчик говорит, больно не было, было страшно. Побежал домой, родители сразу же вызвали скорую. Сейчас состояние Вячеслава врачи оценивают как средне-тяжелое. Сегодня утром мы ему поменяли эти повязки. Прогноз для жизни и для здоровья благоприятный. Единственное, хочется сказать родителям и организаторам строительства, чтобы был присмотр за детьми и ограждение от всяческих взрывоопасных обжигающих веществ. Сегодня на месте ЧП санитарные врачи брали анализы воздуха и почвы. Найти исследование потребовался практически весь день. Проводились исследования на наличие серной кислоты, серный стеангидрид, водородохлорид, это соляную кислоту. Обнаружения есть, но они все в пределах допустимых концентраций. Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам милиции. Врачи же обещают, если все будет хорошо, то пострадавшего мальчика выпишут из больницы через две недели. Татьяна Лапина, Александр Федоров, Новости 24. Два десятка домов сгорели в Рамонском районе сегодня рано утром. ЧП случилось в дачном товариществе Бондаревка, недалеко от села Лопатки. Загорелось около четырех утра, на тушение понадобилось четыре часа. На место происшествия прибыло восемь пожарных машин из Рамонии и Воронежа. В 7 часов 49 минут пожар был локализован. Площадь пожара составила более 700 квадратных метров. Огнем уничтожено около 20 деревянных домиков. В результате пожара человеческих жертв нет. Прокуратура области взяла под контроль ситуацию с возгоранием. Сейчас устанавливаются сумма ущерба и причины пожара. Ну и к новостям более приятным. 100 тысяч рублей в подарок ко дню знаний получила воронежская гимнастка Вика Комова. Участница юношеских олимпийских игр в Сингапуре завоевала три золотых и одну бронзовую медаль. Восходящая звезда российского спорта учится в 37-й школе. И сегодня, несмотря на трудный сезон, она была на торжественной линейке вместе с сотнями других учеников. Торжественная линейка в этой школе со спортивным направлением началась так же, как и в десятках других воронежских учебных заведений. Вначале центром всеобщего внимания стали те, кто пришел в первый раз в первый класс. Ну и читать умею много. И, кстати, еще читать не умею. И, кстати, не умею читать, потому что я не смогла за это. У этих малышей все их жизненные свершения и еще впереди. Но среди их старших товарищей есть те, кто уже стоит буквально в шаге от самых высоких достижений. Имя Вики Комовой, к примеру, теперь известно всей России. Обладательница тройного золота недавних юношеских олимпийских игр честно признается. 1 сентября она думает отнюдь не об учебниках. Чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпиада. На Олимпиаду какие планы? Ну, пока еще не знаю, но будем стараться так же, как и на этой Олимпиаде. Золото? Да. Впрочем, за свои 15 лет Вика уже заработала немало золота. И не только символического. Разрешите ей вручить сертификат на 100 тысяч рублей. И благодарственное письмо. Заслуга этой хрупкой с виду девочки, сказал Сергей Калиух, не только в том, что она прославляет свою страну. Вика – настоящий пример для подражания нынешним школьникам. Они живут даже быстрее. Они взрослеют быстрее. Они добиваются успехов быстрее. И это, наверное, правильно. Потому что каждое счастье, каждой семьи, каждого отца, матери, наверное, чтобы их ребенок на ступеньку, но шагнул выше их. Чествованию молодой олимпийки помешала стихия. Даже первый звонок нынешнего учебного года в школе номер 37 услышали лишь единицы. Впрочем, все увидели в дожде только хорошую примету. Тем более, что после единственного сегодня урока мира на небе вновь светило солнце. Светлана Масолова, Евгений Адамов, Новости 24. Со слезами на глазах прошла сегодня торжественная линейка в учебно-воспитательном комплексе номер 2. Там не только встречали начало нового учебного года, но и провожали на заслуженный отдых директора, народного учителя России, кавалера правительственных наград, почетного гражданина Воронежа Николая Макарча Есина. Любимой работе он отдал 56 лет. До начала линейки еще полчаса, но школьный двор уже полон. Сегодня здесь, как никогда, много гостей. И не только потому, что в этом учебно-воспитательном комплексе линейки всегда проходят особенно торжественно и интересно. Многие пришли сказать слова благодарности учителю Николаю Макарчу Есину. За время своей работы этот человек сумел обычную школу превратить в уникальный учебный комплекс, собрать профессиональный коллектив, в котором, кстати, трудятся и его выпускники. Николаю Макарчу, помню, еще достаточно молодого, без большой окладистой бороды. И впечатления остались именно приятные детские. До сих пор хочется подойти человека, обнять просто по-отечески, по-внучески. И, наверное, только эмоции положительные, чувство глубокой благодарности. Сегодняшние воспитанники УВК говорят, что директором он был строгим, но справедливым. И всегда оставался ответственным человеком. Он был достаточно строг в школьной форме и к порядку в школе. Но это все помогало держать дисциплину в школе. И благодаря этому наша школа такая хорошая. Я хочу сказать, что он очень много сделал для нашей школы. Новые технологии превзнес, ввел новую систему обучения. Вот с четырех лет у нас могут дети учиться. Сам виновник торжества говорит, пенсия – это не приговор. Трудно забыть о любимой работе, которой отдано более полувека. Я ощущаю себя на работе. И, наверное, пока буду жив, я не забуду своих детей, своих учителей, своих родителей. У меня очень хорошие были учителя. У меня очень хорошие были родители. Любимого директора сегодня не подвели. Линейка прошла как никогда торжественно, красочно, с огромным количеством музыкальных номеров и морем цветов. Татьяна Лапина, Александр Федоров, Новости 24. Кстати, сразу после выпуска новостей в эфир телеканал РЕН выйдет передача, посвященная Николаю Макаровичу. Подарки и внимание достались учащимся всех школ и вузов города и области. На торжественных линейках в нескольких учебных заведениях по традиции побывали и представители регионального отделения ЛДПР. В 38-й школе представители ЛДПР – почетные гости на каждом торжестве. А День знаний для них – праздник особенный. Школьники, без сомнения, здесь главные герои. Новое поколение, новые технологии, новый уровень информации. И все это необходимо вложить именно в голову нашего подрастающего поколения, с тем, чтобы они смогли спокойно, красиво войти во взрослую жизнь. От всей души сегодня хочу поздравить всех учителей, педагогов, учеников и особенно первоклашек. С Днем знаний пожелать им удачи, благополучия, здоровья и самых-самых ярких впечатлений от вновь начавшегося учебного года. Либерал-демократы помогают школам оборудовать классы современной техникой, благоустраивать пришкольные территории. Уже несколько лет по инициативе координатора Воронежского регионального отделения ЛДПР Сергея Валерьяновича Журавлева в нашей области действует социальная партийная программа «Собери ребенка в школу». Первоклассников из социально незащищенных семей обеспечивают необходимыми вещами и констоварами. Талантливые ученики средних и старших классов получают возможность показать свои знания на различных конкурсах и олимпиадах. Наши дети уже третий-четвертый год подряд, наверное, участвуют в конкурсах международных и всероссийских. Но вы сами понимаете, что они сейчас все платные и дети из многодетных семей, они не могут позволить себе даже просто купить билет для проезда на участие. И поэтому Сергей Валерьянович приходит на помощь, и благодарны все, и учителя, и родители, и дети. Сегодня с поздравлениями и подарками воронежские либерал-демократы побывали на торжественных линейках в нескольких подшефных школах Воронежа и сельских районов области. Мария Скорикова, Евгений Немцев, Новости 24. Праздник многим первоклассникам сегодня подпортила утренняя гроза. В некоторых школах торжественная линейка завершилась досрочно, малыши даже не услышали первого звонка. Завтра с погодой в Воронеже тоже будет непросто. Ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра местами до 24 метров в секунду. Об этом со ссылкой на Воронежский гидромет предупреждает региональное управление МЧС. Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Будьте осторожны. С воздушными шариками и музыкальным сопровождением накануне вышли на площадь Ленина несколько десятков воронежцев, называющих себя оппозиционерами. Оказалось, люди собрались, чтобы принять участие в несанкционированной акции протеста. С полотнищем власть, соблюдая Конституцию, на площадь Ленина вышли люди с шариками. На них цифра 31. По замыслу участников акции, это число символизировало одну из статей Конституции нашей страны. Мы сегодня вышли защитить 31 статью Конституции, которая гласит о том, что граждане имеют право проводить в удобном для них месте мероприятия, публичные мероприятия, пикеты, митинги. И это мероприятие носит уведомительный характер, а не разрешительный. Официально прошедшая акция считалась несанкционированной. По словам собравшихся, власти не разрешили проводить пикет на площади Ленина. Посоветовали собраться у пролетария или в другом месте. Пикетирующие же считают, что по Конституции разрешение им и не требуется. Достаточно уведомить чиновников о собрании. Мы обращались уже с письмами и так далее, чтобы площадь в конце концов была свободна, чтобы здесь не производили глупые мероприятия по устраиванию катков здесь. Она каждый год здесь устраивается. Там очень минимальное число приходит, но чтобы собраться и провести здесь какое-то шествие для народа, они запрещают. Во время проведения акции на площади дежурили сотрудники милиции, но их вмешательство понадобилось только для составления протокола на организатора пикета. Теперь за административное правонарушение ему грозит штраф. Сергей Агапов, Евгений Немцев, Новости 24. На что потрачены миллионы? Глава города Сергей Калиух проверил результаты капремонта ветхих воронежских домов. Инспекция работ, проводимых в рамках так называемого 185-го федерального закона, стала в Воронеже регулярной. На этот раз ее объектами стали дворы на улицах Гвардейской и Ворошилова. Только на ремонт дома в переулке Гвардейском было потрачено больше 10 миллионов рублей. В такую сумму обошелся ремонт сетей горячего и холодного водоснабжения, замена лифтов, восстановление асфальта, установка детской площадки и многое другое. Обустройство двора на Ворошилово обошлось дешевле, но сделано все равно немало. Здесь появились два игровых комплекса, спортплощадка, вымощен плиткой тротуар. Нынешняя инспекция показала, и мэр, и жители довольны проделанной работой. Даже если иногда и звучала критика, она шла на пользу общей цели. Самоуправление с этого и начинается, когда жители дома, двора, управляющая компания, администрация действуют в одном направлении, в одном русле, и когда видят итоги плодоторной своей работы. Вот это, наверное, самое главное. Плановое сжигание дикорастущей конопли провели сегодня воронежские милиционеры. Заросли этого наркосодержащего растения правоохранители обнаружили у поселка Масловка. Урожай, естественно, незаконный, а потому подлежит уничтожению. Кусты конопли обнаружены в паре километров от поселка Масловка. От взора оперативников их не скрыли даже заросли обмрозии. Сегодня предстоит зачистить около двух гектаров. Сорванную траву обливают бензином и поджигают. Едким дымом заполняется все вокруг, а небольшой отряд антинаркотического спецназа направляется дальше. Здесь у оросительных сооружений все приходится рвать вручную. Эта плантация, как выяснили милиционеры, пользуется популярностью уже не первый год. Были задержаны ряд лиц, при которых в ходе личного досмотра было обнаружено наркотическое средство рихуана. И данные лица давали показания. В показаниях указывали именно на это место расположение. Там, где можно проехать, на борьбу с легким наркотиком бросили тяжелую технику. Механическое уничтожение – один из самых эффективных способов борьбы, признают стражи порядка. Технику выделили в администрации поселка. Говорят, сами не раз здесь все зачищали, но толку мало. Каждую весну дурман-трава вновь колосится. Местные власти уповают на помощь науке. Есть вопросы по согласованию применения этих химикатов, потому что здесь кругом населенный пункт. И плюс с этого лога вода попадает в наше водохранилище весной. И если эта химия попадет туда, то это может нанести большой вред природе. Там уже само водохранилище, рыба погибнет, люди могут пострадать. Поэтому пока решение только вот такое. Если найдут какие-то такие химикаты, которые только на Канаплю действуют, применят, ну было бы здорово. Но когда это произойдет, неизвестно. А значит борьбу будут продолжать всеми доступными методами. Руками, косами и тракторами. Уничтожить все до последнего куста стражи порядка планируют в ближайшие пару дней. На помощь им завтра должны прийти дополнительные силы. Олег Сидякин, Александр Федоров, Новости 24.